Тимур Кулебаев раскритиковал Национальный банк за отсутствие ликвидности на рынке. Жестко так, по-пацански. Куда деньги дели? Стали мегарегулятором, все активы собрали, а денег нет. Ни длинных нет, ни коротких. Внешние рынки закрыты. Внутренние деньги такие дорогие, что даже страшно. Жаль, что не было карата Килимбетова. Видать, как всегда в Астане, руку на пульсе держит. Ответ же представителя банка был гениальным. Мы не отвечаем за длинные деньги и не обязаны делать их дешевыми. Доброго времени суток – это проект «Деньги вперед» на пространстве .exe, пространстве для бизнеса и людей с активной гражданской позицией. Случилось это на открытом заседании Алма-Атинского филиала НПП. Ну как открытом? Для бизнеса, для членов НПП. И заявление – это чуть ли не самое важное, что мне доводилось слышать. Теперь смело можно делать вывод, что Национальный банк приливать хотел на проблемы страны. И главное для него – отчетность, которая, по его словам и словам чиновников, просто великолепная. Не портить статистику, не напрягаться, не работать. Действовать в рамках инструкций, которые сами разработали и за исполнением, которых сами же и следят. Вот оно, кредо Национального банка и команды Килимбетова. Им говорят – нет «Деньги», нечем кредитовать. Дайте в ответ – у вас есть доллары, меняйте и кредитуйте. Риски – это ваши проблемы. При этом регулятор превращается в самое закрытое учреждение в стране. Хотя, являясь эмитентом, валюты должен быть прозрачным, как стекло. «Предлагая рынку ясную политику и, в самом деле, собрав всю ликвидность в стране, руководство сидит на этих деньгах, как кощей над златом. Только смерти в яйце не найдешь. В этот раз бессмертный иголку отдал на хранение куда выше, чем дуб в поле. Так что он неуязвим, во всяком случае, для конкурентов. То, что страна пылает в огне интеграции, героев не цепляет. То, что вокруг ходят легенды, как обогащаются приближенные Кощея Матовича, тоже никого не интересует. Даже кажущийся абсолютно аморфным Аким Алматы проговорился о катастрофическом положении дел бизнеса в стране. Он как бы хвастается, что последние пять лет доля Алматы в общих налоговых поступлениях по стране составляет 23%, но в прошлом году она выросла до 28%, а за первый квартал 2015-го – до 33,1%. Это свидетельствует о падении собираемости налогов регионов в катастрофическом объеме и тут же подтверждает, что некоторым регионам сокращение составляет 50% и достигает 74%. Если смотреть на относительные цифры, то можно сказать, что поступления в бюджет в целом в стране сократились процентов на 30%. Добавьте печальные данные статистики по оттоку частного капитала из банков и вы увидите истинную картину тела. Тут Кулебаев как никогда прав. Денег в стране нет. У него ведь в собственности самый крупный банк, и он точно это знает. Национальный банк, в отличие от своих коллег, не наполняет рынок ликвидностью, защищая интересы государства, а наоборот ведет себя как банк второго уровня, сжимая поток, изымая деньги из оборота любыми способами, обескроливая и без того уже побледневший рынок. Все программы поддержки бизнеса буксуют без наличности, дефицит дает знать о себе. Так что у меня вопрос к Кайрату Нематовичу. Он это по глупости или его наняли, чтобы он убил весь предпринимательский класс в Казахстане? Ну и что удивило? Отечественный предприниматель глуп и труслив, когда дали возможность говорить, на выступающие рассыпались в комплиментах, рассказывали долго о своих компаниях, а вопросы задавали несущественные. Больше жаловались на конкуренцию и в рамках ЕС. Весь этот предпринимательский бомбон туф поздрейфил ставить вопрос ребром, ведь все хотят государственной поддержки и госзаказа, преференций и поменьше проверок. Ощущение, что собрался зал иждивенцев и паразитов. И не самая активная часть общества, которая должна зубами вгрызаться в любого, кто мешает развитию бизнеса. Ну и в конце о моем вопросе Тимура Кулебаева. Понятно, что про Нацбанк бессмысленно было говорить и спросил о том, что важно, о том, что НПП должно формировать реальную картину мира, и поэтому обязана создать независимый институт данных. Альтернативная информация не только помогла бы бизнесу формировать правильные бизнес-модели, но и показала бы истинное положение дел в государстве. К сожалению, ответ был отрицательным. Хотя это и понятно. Цифра, особенно в нашей стране, вопрос политический и крайне рисковый. Так что делите все свои планы ровно на три, и будет вам счастье. Всего вам самого доброго. Это был проект «Деньги вперед» и я Дэн Стерлинг. Мы, как вы видите, на пространстве.exe, пространство для бизнеса и людей с активной гражданской позицией. Все для пресс-конференций, естественно, круглых столов, мастер-классов и общественных слушаний. Прямые трансляции и, конечно, телемосты. Прямо. Прямо. Продолжение следует...